Вы уже стали слышать о различных вариациях вируса SARS-CoV-2. Эти вариации получают названия согласно тех мест, где они были найдены. Мы уже слышали о калифорнийском штамме, ну а теперь в ход уже пошли буквы греческого алфавита. Возможно, в конце концов уже решат называть эти вариации вируса согласно греческих букв, вместо того, чтобы привлечь сюда названия различных стран. Итак, сейчас мы уже с вами слышим о вариации вируса Дельта. Именно этот вариант сейчас у всех на слуху. О нем говорят уже и в Израиле, и в Великобритании, и даже в США. Посмотрите это. Новый штамм этого вируса еще более опасен для тех, кто не вакцинировался, чем это было несколько месяцев тому назад. И это вызывает серьезные опасения. Особенно опасен этот штамм, который эксперты называют Дельта. Этот штамм очень легко передается и потенциально смертельно опасен. И особенно он опасен для молодых людей. Но хорошая новость состоит в том, что у нас есть решение этой проблемы. Наука и данные говорят достаточно ясно. Для того, чтобы защитить себя от этого вируса, необходимо пройти полную вакцинацию. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, если вы уже получили первую дозу вакцины, тогда получите вторую дозу. Делайте это так быстро, как вы только можете. Если вы еще этого не сделали, то идите и сделайте это прямо сейчас. Сейчас. Вот как работает медицинский инструктаж. Вау, сколько же вариаций еще будет? Мало нам было оригинального коронавируса, теперь у нас есть уже Дельта. Одна половина населения США боится оригинального вируса, а вторая теперь будет очень сильно бояться, потому что есть уже Дельта вирус. Это звучит угрожающе. Дельта вирус. Давайте посмотрим то, что происходит в Израиле, потому как Израиль это первая страна в мире, которая получила вакцину. По их логике, Израиль должен быть самой защищенной страной в мире. Это издание Business Insider. Здесь сказано, Израиль говорит, что вариант Дельта заражает вакцинированных людей до 50% случаев, но они менее опасны. А вот еще одно заглавие, вакцинированным израильтянам может потребоваться карантин из-за Дельта варианта. Что поражает, так это то, что Байден говорит, что непривитые должны больше опасаться вариаций Дельта. Но мы видим, что вакцинированным тоже есть, что опасаться. Верно? Да, так и есть. Даже не слишком вникая во все эти греческие буквы, это ясно видно из того, что пишут такие издания, как Business Insider. А теперь давайте перейдем к новостям из Великобритании. Здесь мы можем получить чуть больше технических подробностей об этом штамме Дельта. Итак, вот издание общественного здравоохранения Англии. Варианты SARS-CoV-2, вызывающие озабоченность, и варианты, находящиеся в стадии расследования в Англии. 18 июня проходил технический брифинг под номером 16. Посещаемость скорой медицинской помощи и смертность в зависимости от статуса вакцинации среди случаев заболеваемости штаммом Дельта в Англии с 1 февраля 2021 года по 14 июня 2021 года. Здесь перечислены все пациенты, которые имели вариант Дельта. Давайте посмотрим сверху справа. Вы видите красные прямоугольники. Это люди, которые уже получили вакцину и все же заболели Дельта штаммом. Если сложить цифры из трех этих столбиков, то получится, что 17 642 человека заболели штаммом Дельта. Они приводят данные согласно первой и второй дозе и согласно дням после получения вакцины. И внизу зеленым цветом вы здесь видите отмечены не вакцинированные люди, и внизу правее отмечены смертные случаи от этого штамма Дельта. Если вы сложите эти числа, то получите 37 смертей в группе вакцинированных и 34 смерти из тех, которые не вакцинированы. И быстрый подсчет показывает, что относительный риск умереть составляет 119%. То есть даже если вы уже вакцинировались, то риск умереть на 119% выше у вакцинированных, чем у тех, которые не получили эту вакцину. То есть полностью получивших вакцину, что-то около 17 тысяч, и среди них 37 человек умерло. И вдвое больше не вакцинированных, и среди них только 34 смерти. А сейчас посмотрите на ту колонку, где отмечено более 14 дней после второй прививки. В этой категории из примерно 4 тысяч привившихся умерло 26 человек. Это астрономически большое число. Если бы одна или две смерти на миллион, но здесь умерло 26 человек из 4 тысяч. И опять-таки речь идет о том, что они получили две дозы вакцины. То есть очевидно, что после второй дозы вакцины есть множество проблем. Мы уже говорили об образовании сгустков крови после второй дозы. Говорили о миокарде. Сравните данные вакцинированных и не вакцинированных. Среди не вакцинированных смерть составляет всего 2,09% от штамма дельта. И опять-таки это данные с брифинга. И эта информация действительно заслуживает внимания. Но обратите внимание на заглавие, которое они здесь представили. Они пишут, вакцинированные в Израиле заболели дельта штаммом, но это ничтожно малое количество случаев. Ничтожно малое количество, если они, конечно, не умерли. Знаете, как говорят, есть небольшой побочный эффект в этом лекарстве, даже, возможно, смерть. Но кроме этого все нормально. То есть они говорят, вам лучше идти и сделать эту вакцину, после которой возрастает риск умереть. Да, и если вы посмотрите эту статью о том, что происходит в Израиле, они здесь говорят об этом штамме дельта, он, по их данным, менее опасен для тех, кто привился. Но в целом, судя по заголовкам, которые я встречаю в прессе, видно, что люди совершенно не понимают то, что им внушают.